Осень – это время пика сезонных заболеваний. Но наравне с коронавирусом также опасность представляют ОРВИ и грипп. Именно поэтому в гостях сегодня у нас в студии главный эпидемиолог Каннска Евгений Николаевич Базай. И с ним мы поговорим о том, как же обезопасить себя в это время. Евгений Николаевич, здравствуйте. Ну и начать, конечно, хотелось бы с коронавируса. Говорят, что шестая волна пошла на спад. Так ли это в нашем городе? Как проходит вакцинация? И чего же в дальнейшем ожидать людям? Могу сказать лишь одно, что для Красноярского края и для города Каннска в частности шестая волна пока проходит доброкачественно, будем так говорить. У нас на сегодняшний день в госпитале находится 72 человека. Вы помните, что на пике пятой волны, да и четвертой, число госпитализированных людей с клиникой ковида достигало 350 человек. Поэтому 72 человека, причем это буквально в начале этой недели еще было 50, и значительных колебаний в сторону увеличения нет. Также мы можем констатировать то, что и увеличение смертности, летальности от ковида на территории города Каннска не наблюдается. Но конкретные цифры таковы, что если мы за август месяц, к великому сожалению, потеряли пятерых человек в госпитале от этой болезни, то вот на середину сентября всего один человек. Данная волна проходит доброкачественно в связи с значительным количеством лиц, иммунизированных или переболевших. Как оценивает Роспотребнадзор, число лиц иммунных к коронавирусной инфекции на территории края, да и города практически 80%, что позволяет нам, будем так говорить, переносить шестую волну достаточно благополучно. Единственное, о чем нельзя не сказать нашим зрителям, то, что последние штаммы вируса, а именно омикрон, неважно, будет это стелс, кентавр или дельтакрон, они научились обходить поствакцинальный иммунитет, который вызывался вакцинами именно того поколения, которое мы применяли — альфа, бета и дельта. И поэтому не всегда получается достаточно выраженный титр защитных антител именно к омикрону, поскольку этот штамм приобрел, так сказать, свойства избегать не только даже поствакцинальные, так сказать, антитела, которые возникают у человека, но и антитела, которые человек перенес после переболевания дельтой. Многие жители и мне звонят и жалуются в редакции, в том числе, наверное, и вашу, о том, что наша больница, это не только наша больница, это во всей стране прививки проходят, вакцины, срок годности, который продлевается. Да, у нас были жалобы. Да, и чтобы не быть голословным, для того, чтобы иметь основания, вот мы имеем и постановление правительства о внесении изменений. Я специально принес письма, подписанные заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, где дается как бы три графы. Дается наименование вакцины, дается первоначальный срок, затем продленный срок и окончательный срок. И поэтому вакцины, которые у нас на коробке стоят до, например, стояли до января текущего года, были продлены на три месяца до апреля, потом были продлены еще на три месяца до июля. Теперь мы ждем продления их до октября месяца. В чем причина? Почему сложилась такая ситуация? Институты-изготовители присылают к нам сертификат о испытаниях той или иной серии вакцины на иммуногенность после еще дополнительно трех, шести и даже двенадцати месяцев хранения. И если эта серия вызывает иммунный ответ у прививаемых, то есть она годна к применению при соответствующем, конечно, хранении, приминусовое, то они посылают в министерство такое письмо, министр подписывает его, и мы не имеем права, конечно, не руководствоваться. Естественно, все эти вакцины, которые делают, они имеют продленный срок годности. Сейчас мы уже предупредили, лично я предупредил во всех поликлиниках, что при проведении прививок нужно обязательно ставить в известность человека, что вот эта вакцина с сроком годности на коробке до, например, марта имеет вот в соответствии с этим письмом министра продление до июля или до октября. И поэтому мы вам вводим. Если вы не хотите этой прививаться вакциной, подождите, возможно, мы получим новые партии вакцины, и вы тогда придете к нам прививаться теми вакцинами. Ну вот сейчас наравне с коронавирусом также представляют опасность ОРВИ и грипп. Вот как у нас в городе с этим обстоят дела, как люди должны себя обезопасить, чтобы не заболеть этими болезнями? Как коронавирусная инфекция, так и ОРВИ и грипп передаются одним механизмом передачи воздушно-капельный путь. Поэтому, конечно, и те меры профилактики, о которых мы трубили, говорили на коронавирусную инфекцию, это дистанция социальная, это ношение масок, это обязательные либо перчатки, либо мытье рук частые. Это все сохраняется. К сожалению, актуальной сейчас остается и ВИЧ-инфекция, и она опасна не только осенью или зимой, а во все времена года. И вот хотелось бы узнать, за последние несколько лет рост заболеваемости снизился или остался на том же уровне, и напомнить, как же вести себя человеку, что предпринимать, если он оказался ВИЧ-положительным. Ну, что касается ВИЧ-инфекции, к моему великому сожалению сказать, что у нас ситуация с ВИЧ-инфекцией улучшается, я не могу. На сегодняшний день в городе Канске выявлено 2042 человека. Из них 1600 находятся на диспансерном наблюдении. Число очень удручает число умерших. Это 345 человек уже умерло. Последние годы показывают, что число женщин, вновь инфицированных, увеличилось и стало больше, чем число ежегодно выявляемых ВИЧ-инфицированных мужчин. У нас теперь лица от, будем говорить, 14-15 лет до 25 практически не инфицируются. Это всего 3-4%. А основной процент заразившихся, вновь заразившихся, это лица от 25 до 45 лет. Вот это 90%. Что делать вот человеку, если он узнал, что он ВИЧ-положительный? Многие ещё до сих пор думают, что это приговор и прям всё. Нет, конечно. Вот если брать на сегодняшний день, то вот из 1600 человек, которые на Д-учёте у нас состоят, к великому сожалению, лечится всего 991 человек. То есть мы не ограничиваем, и Минздрав не ограничивает количество противовирусных препаратов, которые мы даём практически бесплатно, только под роспись. Они дорогостоящие, но мы под роспись их даём. И вот нужно людям просто осознать, что приём этих препаратов практически снижает до нуля смертность. Спасибо, Евгений Николаевич. Я надеюсь, что для наших телезрителей данный диалог будет полезен. А я напоминаю, что сегодня в студии у нас был главный эпидемиолог Каннска Евгений Николаевич Базай. На этом у нас всё. С вами была Юлия Олейникова. Всего хорошего. Хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok